Второе дыхание – это второй шанс, я задумывался о том, чтобы... Для меня второе дыхание – это то, что мне было дано... Дало такое второе дыхание, когда... Здравствуйте, это программа «Второе дыхание». Сегодня мы познакомимся с лучшей спортивной семьёй Омской области. Узнаем, как случай может обернуться крепкими и счастливыми отношениями. И бывает ли тяжёлая атлетика лёгкой. Матери Тё Светланы Эдуардовны, дочери Тё Ольги Сергеевны. Семья Тё Светланы Эдуардовны, Сергей Юрьевич, их дети Ольга и Сергей неизменные участники городских и областных спартакиад, все действующие спортсмены получили в 2012 году высшую спортивную награду Омской области – губернаторскую премию «Доблесть» в номинации «Лучшая спортивная семья». Очень приятно было, что нашу семью оценили на таком высоком уровне. Нас встречает мастер спорта по спортивной гимнастике Ольга Тё. Говорит, престижный трофей «Премия «Доблесть»» заняла своё почётное место в большой семейной коллекции спортивных наград. Глава семьи Сергей Тё, мастер спорта СССР по тяжёлой атлетике, показывает медали сына. Сергея младшего дома нет. Член молодёжной сборной страны по тяжёлой атлетике, он с национальной командой на сборах. Светлана Тё, мастер спорта по пауэрлифтингу, рассказывает, когда кто-то из членов семьи в командировке, на соревнованиях или сборах, как будто часть души уезжает. Началась эта дружная спортивная семья 22 года назад. Ко встрече со своей половинкой Сергею Юрьевичу было уже 30. Школа, армия, институт, аспирантура. Однажды приехал Сергей на новогодние каникулы домой в город Фрунзе, где и произошла случайная встреча с 20-летней Светланой. Потом приехал к 8 марта. 4 марта. Да, 4 марта приехал, сделал Светлане Эдуардовне предложение, будучи три дня знакомым. 22 года. Только радуюсь и благодарю Богу, что он нас свёл через знакомых, через друзей. Вот это моё видение. Это человек, который щедр на всё. На меня, на детей, в эмоциях, в отношениях, в деньгах абсолютно. В поступках, то есть в нашей семье, я говорю, что я за любого члена семьи отдам свою жизнь. Абсолютно не задумываясь. Если это... В 20 лет начала заниматься спортом, а теперь жалеет, что не сделала этого раньше. После замужества Светлана Тёп под чутким руководством супруга совершила свои первые шаги в новом для себя виде деятельности. Могла ли предположить Светлана, что к 25 годам выполнит норматив мастера спорта по пауэрлифтингу? Позже переключилась на тяжёлую атлетику. И здесь у неё первый разряд. Пока. Жена, мать двоих детей, преподаватель и действующая спортсменка не собирается останавливаться на достигнутом. С головой погружаясь в любимую работу, Светлана стремится завершить и защитить свой научный труд. Намерена продолжать выступать и передавать свой опыт студентам. Главные надежды Сергея и Светлана, конечно, возлагают на своих детей. Старшего сына Сергея в 7 лет родители отдали в секцию спортивной гимнастики. Мальчик гармонично развивался физически и показывал хорошие результаты. Но однажды на тренировке Серёжа получил серьёзную травму – разрыв сухожилий. Период восстановления занял достаточно много времени. После такой травмы добиться высоких результатов было очень непросто. Но до 7 лет Серёжа рос в зале тяжёлой атлетики. Поэтому, недолго думая, глава семьи приобщил и сына к любимому виду спорта. Вот так и участвуют в соревнованиях. Папа судит и выступает, и тренирует. Мама судит и соревнуется. Сын также показывает свои силы на помосте. Папа выводит, папа болеет, папа контролирует процесс. Папа настраивает, массирует перед соревнованиями. И то же самое и в зале также. Ребёнок кричит, мама, давай, давай, мама, держи, мама, стоять и так далее. То есть обязательно поддержка чувствуется морально всей семьи. Это очень дорогого стоит. Подтвердил слова Светланы и Сергей Тё-младший. Пока снималась передача, он вернулся в Омск с травмой руки. Гипс совсем не мешает спортсмену тренироваться. О, видишь, здоровье там, вагон. Надо восстановить руку. Как только она начнет функционировать, хотя бы так, как функционировало раньше. Уже можно будет идти дальше. Никто другой, как, допустим, мама, папа или сестра, не знают меня лучше. И то, что все мы занимаемся спортом, мы все понимаем, через что надо проходить, от чего отказываться, на что идти для достижения спортивных целей. Проще, намного проще. Олюшка так ласково называют в семье Тём младшую дочь. Инициатором того, что и она пошла по спортивному пути, вновь был отец Сергей Юрьевич. В секцию спортивной гимнастики Ольгу привели четырехлетней девчушкой. Вспоминают, после тихого часа в детском саду малышку вели на тренировку. Поначалу, как бы, игрой было, что ли, когда, ну, еще юношеские были разряды, мне было не так еще сложно, там, как бы, ходила с удовольствием. А потом уже, когда начала, ну, прям, уже серьезно трудиться, уже как-то не хотелось, уже было тяжело. Ну, как бы, родители, семья помогли, как бы, ну, преодолеть, что ли, этот рубеж, когда уже пахать надо, уже конкретно надо работать. Приходит отдохнуть, иногда, бывает, на пару зайдет, и как раз у меня физподготовка. Кто потянется больше этой девочке, ставлю зачет автоматом. Ну, и, как говорят Сергеевич, рекорд не побитый сегодня. 25 раз подтягиваний, абсолютно спокойном темпе, никто не выполняет. Ну, из рядовых студентов, как бы, нашей группы, специализирующихся, конечно. Ольга – настоящий профессионал, трудолюбивый спортсмен. И, несмотря на то, что спортивная гимнастика – главное на данный момент занятие жизни, к штанге ее приобщить все-таки удалось. Придя однажды в зал, она без специальной подготовки подняла вес на третий взрослый разряд. Было интересно, тоже присутствовала на занятиях, тоже смотрела. Ну, думаю, ну, почему я тоже так хочу, почему бы мне не попробовать? Ну, тоже было интересно, смотрела, смотрела. Ну, и вот решила, для меня было как-то тоже игрой, что ли, ну, как бы, давалось как-то тоже легко, может, потому что смотрела, или вот хотелось, прям желание было. Ну, так попробовала, получилось. Ну, почему бы тоже не попробовать себя и в этом виде деятельности? Я считаю, что ребенка на определенной стадии надо заставить, да, а потом, естественно, когда ребенок взрослеет, да, когда он обретает вот этот опыт определенный, да, жизненный, да, спортивный опыт, то выбор обязательно займут. Спорт, преподавательская деятельность занимают большую часть времени Светланы и Сергея. Однако в этой семье есть место еще одному увлечению – дерматоглифика, изучение генетического маркера по природным рисункам на пальцах. Пальцевый рисунок, например, да, он предопределяет уровень развития двигательных способностей, да, и природную предраспоможенность к виду деятельности. Так вот, у нас в семье, да, у всех 19 этот пальцевый рисунок, он может быть максимально 20. Всему развить возможно, да, но то, что дано природой, да, это как бы лимит, ограничение. Увлеченность Сергея Юрьевича заставила изучить пальцы многих чемпионов и отразилась в научном труде. Ну, а я не упустила возможности узнать, что же заложено во мне самой природой. Сергей Юрьевич с помощью знания дерматоглифики определил, что я по природе своей человек творческий. Что ж, с выбором профессии я не ошиблась. А когда встречаются такие интересные люди, как спортивная семья Те, к творчеству прибавляется вдохновение. Они действительно заражают своим спортивным оптимизмом. Этим тяжелоатлетам легко идти по жизни вместе. Именно вот в Омске, может быть, вот оно у нас и появилось, это второе дыхание. Мы когда приехали, Олюшке было год и два, а сыну около семи лет. Естественно, пока мы привыкли, обжились немножко. А спорт-то не ждет перерывов. Да, и Сергей Юрьевич продолжал тренировки. У Оли второе дыхание, даже не знаю, второе дыхание. Вот она пришла и выполнила третий разряд на тренировке. Сын, то же самое, переключившись с гимнастики, с акробатики на тяжелоатлетику, оно у нас все время открывается второе дыхание, как только выходит какой-то рубеж определенный. Поставили цель, достигли. Надо идти дальше, не останавливаться. Редактор субтитров А.Семкин